Всем привет, господа, ножоманы, свеженькая посылочка, первое впечатление, распаковка, как обычно, по славной традиции, у нас на канале свеженьких ножей, которые приехали на канал. Ко мне недавно постучался человечек во Вконтактике, говорит, я представитель компании Саро из города Ворсма, не хотите ли взять наших ножиков на обзор? Я говорю, ну что за ножики, мы начали общаться, и ага, ага, я в это время монтирую видосик такой, да, да, ага, ну он там про технические характеристики, про то, про все, и тут говорит, Этот ножик, говорит, рискует стать народным ножом, и вот тут я такой вот, думаю, смело, я распушил, распушил перышки, говорю, а ну-ка, давайте, подавайте-ка эти ножики сюда. Вот они, собственно, приехали, ну и давайте смотреть, что там за претенденты на звание народного ножа. Коробочки такие крафтовые, это ножи Чиж Некст. Коробочки. И вот там еще есть такие штуки. Два сертификата, ну, собственно, больше там интересного нету. О штуках я предупрежден был, смотрите, какие интересные, смотрите, какие интересные штуки. Мне знаете сразу, что напомнили? Мое, ну, не детство, а мою юность, скажем так, студенческие годы. Я был одним из самых крутых перцев на курсе, у меня у одного и самого первого, ну да, я такой, был мобильный телефон. Он, правда, был в два раза больше, чем этот чехол, но носил я его именно вот в таком чехле. Нокия 5110 и не меняет память. Ну, смотрите, вполне себе прям такие аккуратненькие, интересненькие чехольчики. То есть при желании можно завязать вместе с ножиком. Сейчас примерим к ножику. В общем-то, почему нож должен стать народным едисичником? Тут надо понимать, что народный складник именно такой нож на карман народный на каждый день. В первую очередь, ну, давайте откроем, я попросил оригинальных цветов выслать красный и белый. Да, вот здесь лежит вот такой красный, а здесь, да, здесь у нас лежит вот такой вот белый. В первую очередь за счет, наверное, ну, все-таки народный, как по мне, цены. Сейчас стоимость ножа в районе, по-моему, 2500, либо 2900. Я вот точно, по-моему, 2500 плюс вот чехольчик или 2400 плюс чехольчик можно заказать. А чехольчики в комплекте по умолчанию не идут. И, в общем-то, цена, я считаю, что народная. Ну, я точно не помню, в описании пройдите, там ссылочки будут прямо на магазин, увидите. Причем за эту цену нам предлагают вполне себе прям интересные материалы. Это вот сталь на рукояти плюс G10 на обкладке. Тут именно, что одна плашка сделана вот такая вот стальная, она за 100 лошина, потом в клипсе, плюс вот такая вот обкладочка на рукояти. И самое главное и самое интересное, это, ну, давайте я второй нож доставлю, вот так вот уберем. Это сталь клинка. Потому что, ну, вот стоят они сейчас, как у нас говорят, момент истины сейчас пройдет, и потом про сталь продолжим, да, щелкнуть. Ну, флип прям такой классный. Тут, тут довольно такие, смотрите, вот так правильно покажу. Довольно крупные плавничочки, поэтому, поэтому флипуют хорошо. Ножи еще и на подшипниках. Ну, и самое главное, сталь клинка, она вот здесь вот указана, K110. То есть, стоят ножи по уровню примерно, как Ганза, либо как вот из тех последних, что я показывал, как Каменная Рыба. Ну, Каменные Рыбы из Д2 делают, а здесь это, в принципе, то же самое, только круче. Обещают 61,63 единицы по рокулу. Еще одна, как бы, такая монеточка в копилку народности, это, собственно говоря, народные узнаваемые формы, да. Такие, любимый русскому глазу финкообразный, да, та самая знаменитая финка НКВД, не путать с другой финкой. Ха-ха, разноцветный. Цвета радуги. Ну, и еще, может быть, кстати, и для кого-то это будет решающим моментом, это кастомизируемость. То есть, вы видите такие оригинальные плашки, белая, красная плашка, есть черная, есть оранжевая, есть васильковая. То есть, в принципе, если для кого-то этот ножик станет любимчиком, обещают, что будут плашки доступны именно к заказу отдельно от ножа. Можно заказать себе плашек и менять там под цвет настроения, синий, да, либо вот под какие-то там задачи. Пошел в лес оранжевую, одел с костюмом. Одел с костюмом, друзья, черную. Ну, и, собственно говоря, еще самое главное, это, наверное, EDC-шность, да. Название, так сказать, народного EDC-шника, конечно, у нас влияет EDC-шность. Ножи, ну, ножи, да, в принципе, вот так, по первым впечатлениям, именно что на каждый день. Они не маленькие, 90 мм клинок. И они довольно компактные. И кому-то очень непривычно, наверное, будет в руке. Ну, не сказать, что плохо, но именно непривычно, потому что ножи тонкие. Они тонкие и они довольно-таки легкие. Ну, учитывая, что тут куча ножевого мяса на одной плашке, 115 грамм. При 90 мм клинке. Я так понял, что они есть вот со шпеньками и есть как бы без. То и то. Модель называется Chish Next. Причем, обратите внимание, тут шпенек только под право рукого товарища, а лево руки их не совсем как-то позаботились. Но и вот, да и вот, в принципе, он, наверное, тут был бы вообще лишний. Но за шпенек прям флип вообще пушка. Прямо смотрите, отстреливают ножи на подшипниках. И на ножах, ну, это уже, наверное, не за народность говорит, а так, в принципе, но заслуживает внимания. На ножах применены такие очень интересные решения. В том числе и технические, в том числе и дизайнерские. Ну, первое это вы видите. Уже у нас полноценный обзор будет, но все-таки вот пару моментов скажу, и все остальное оставлю на обзор. Первое это вот такие вот большие винты. Оригинальные, да, можно сказать, что кастомные. Под монеточку. И тут заметно, что под монеточку. Смотрите. Остатки, видимо, той самой монеточки, да, от регулировки. Эти же винты являются очень такими интересными конструкторскими решениями. Но это оставим на обзор. И вот глубокие клипсы. Это тоже для кого-то будет плюсом. Ну, и вот такой вполне оригинальный дизайн. Ну, на первый взгляд вижу кое-какие особенности производства. Есть небольшая такая вот асимметрия на кончиках, да, в подводах. Ну, и может быть, кого-то не устроит. Ну, мне это бросилось в глаза. За минус не считаю. После заточки, видите, тут слегка подполировывали, видимо, режущую кромку. Или, ну, снимали, может, заусенец. Не знаю, может, так точили. Ну, в общем, видно, что вот по стоунвошику у нас как бы прошлась потом какая-то, вот видите, такая вот с этим надо быть аккуратнее ленточка. Ну, в общем, вот такие вот ножики. Первые впечатления, друзья, первые впечатления, ну, вот смотрите сами. Смотрите сами. Я считаю, что, ну, не знаю, народными они станут или нет, это скажет народ, ножеманское сообщество. Но для своей стоимости прям очень хорошо. Прям очень хорошо. Еще я вам в обзоре расскажу, какие интересные моменты есть у этих ножей. Да, свой оригинальный дизайн. Причем, знаете, еще для стоимости, скажем, полностью своего. Ну, как мне сказали, все это делается именно в черте нашей страны. То есть полностью своего производства. Очень интересные, очень интересные, как мне кажется, ножики. Ну, за такую стоимость китайцы в такой же стали, наверное, в таком же исполнении пока что ничего предложить. Я вот такого не видел. Если кто-то что-то видит, скажите. Прям очень интересно. У них, кстати, есть еще модель в Элмаксе и с карбоном. И там прям, ну, что-то вообще нереальное. Она стоит 4 с копейками, по-моему, 4 с половиной тысячи рублей за 57 долларов. Ну, прям, ребят, меня удивили. Я вот так скажу. Уж не знаю, как насчет народных ножей. Ну, что, за 57 долларов, да, можно найти что-нибудь у китайцев с признаками карбона. В Титане, в Д2. Ну, и как бы и все. Что там, Элмакс, карбон, как бы за 4 с половиной. Прям интересно. Шпенек мне ударил в руку. Ну, вот, смотрите сами. Собрано все гуд. Собрано все гуд. Как сделаны и насколько хороши в работе. Все это в обзоре. А на этом у меня с первыми считлениями все. Что-то они и так затянулись. Всем удачи. Всем пока. Забыл примерить. К чехольчику. Вот так. Входит и выходит. Ну, прям, действительно, как, блин, как в юности. Субтитры создавал DimaTorzok